В этом сезоне случилось то, чего еще не было никогда. Впервые в истории футбола в финал двух Еврокубков пробились команды, представляющие одну страну. Да-да, АПЛ теперь официально можно считать лучшей футбольной лигой Европы. В эту субботу в Мадриде будет реально жарко. Ну а Европа разделится на две половины. На красную и белую. Ну а мы же будем просто болеть за красивый футбол. Ну а сегодняшний кризь мы посвящаем теме финалов главного клубного турнира Старого Света. Проверим, насколько наши парни хорошо знают историю самого крутого матча сезона. Вы готовы? Тогда погнали! Еще раз всем салют. И сегодня у нас в гостях в нашей первой викторине в этом году два болельщика Мадридского Реала. Егор Зубович и Никита Копленко. Добрый день. Здравствуйте. Парни, сразу первый вопрос. Все-таки вот плей-офф Лига Чемпионов, 1-8 финала, Реалу попадается Аякс. Ваши мысли? Повезло все-таки? Конечно, повезло. Думали, что пройдут на изи. Не получилось. Я думал, сразу без шансов. У Реала? Нет, у Аякса. У Аякса получилось. Все совсем наоборот. Этот матч показал, как весь сезон Реал играет. В принципе, я думаю, что в этом финале в Буте Болико вообще не будет. Только за Ливерпуль. Только за Ливерпуль, да? Ну, правда, за Ливерпуль, потому что они показывают замечательный футбол. Открытые, атакующие. А Тоттенхам? Ну, сравнить совсем не такое. Я залежу, потому что, ну, в АПЛ чуть не хватило. Но они заслуживают. Справедливо, да. Итак, парни. Наша тема – финал Олега Чемпионов. У нас все просто. По очереди мы задаем вопросы. Три варианта ответа. Сначала отвечает Егор, потом отвечает Никита. В конце подбиваем баллы. Поздравляем победителя. И наше дело в шляпе. А что вручаем? Вручаем хорошее настроение и кредит на зарплату. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В нашем случае это актуально. Господа футболисты, начинаем. Первый вопрос. Какая команда может похвастаться максимальным количеством побед в Лиге Чемпионов? Ариан Мадрид – 13. Ну, было бы странно, если бы такой вопрос задали двум болельщикам Мадридского Реала. Поэтому мы его немножко перефразируем. Конечно, мадридисты давно улетели вперед со своими 13 победами. Я думаю, что не скоро вообще какая-нибудь команда приблизится к таким показателям. Но, тем не менее, кто является ближайшим конкурентом Мадридского Реала в этом списке? А кто уже сейчас был отвечать? Семь. Ну, все, короче, Егор, да, уже даже без вариантов ответа. Да, он без шанса даже дочитать вопрос не даст. Кстати, Егор даже правильно ответил количество побед. Семь побед. На третьем месте сказать кто? Ты готовился? Нет. Давай, на втором месте кто? Ну, на третьем. На третьем два? На третьем три команды, по-моему. Так, какие? Бавария, Барселона, Ливерпуль. А на втором? Милан. Нет, я имею в виду, первый Милан. А, ну, все, я понял тебя. Не совсем верно. Правильно, да, у Баварии и у Ливерпуля и у Барселоны по пять побед, у Милана семь побед. А сколько финалов было у Милана, знаешь? Я помню, сколько у Ювентуса было, они, наверное, больше всех финалов проиграли, девять. А у Милана было, не скажу. Есть вопросы про баскетбол? Слушай, Ликирова за себя будет тяжело. Егор вообще подготовился. Наверное, на пять или шесть они проиграли. Нет. Нет, нет, нет. Точно не скажу. Завтра скажите, чем он проиграл? Четыре, может. Четыре, пять. На самом деле поражаюсь. Егор очень подготовлен, оказывается. Сколько они проиграли? Кто именно? Милан. Милан проиграл четыре финала. Одиннадцать финалов и семь финалов выиграл. В принципе, неплохая цифра по проценту побед. Действительно, Егор получает первый балл. Молодец. А мы приступаем ко второму вопросу. Даем шанс Никите ответить. И догнать тебя, Егор. Правильно? Конечно. Представители какой страны чаще всего являлись победителями Лиги Чемпионов? В Испании. Да, Никита отвечает правильно. Сколько раз? Может быть, Егор знает. Ну, я терял 13. Барс, сколько ты говорил? Вспоминать? Вспоминать. Это было пять минут назад. Ну-ка. Элементарно. Двадцать, семь, двадцать, потом, я думаю, кто еще выиграл, знаешь? Ну, Валентина, думаю. Все финалы проиграла. Да. В Испании 18 побед, общих всего. 13 у Реала, 5 у Барселона, все только две команды, что самое интересное. Это меньше, чем у той же Голландии, например, потому что у голландцев три команды выиграла. У Германии то же самое. Англия и Италия в этом списке идут на втором месте. Ну, Англия уже совсем скоро, буквально в эту субботу, получит свой 13-го победителя. И выходит на второе место в этом списке. А мы переходим к третьему вопросу. В истории Лиги Чемпионов есть команды, которые очень сильно им не везло. Ну, вот прямо честно скажем. И проиграть два финала подряд, это на самом деле, ну, так сильно. Ну, сейчас назовет много команд. Ну, не много. Давай, Егор. Без вариантов ответа. Вот раз уже начали, посмотрим. Что за две команды проиграли два финала подряд? Их две всего в истории этого турнира. Три. Нет, две. Два подряд. А, подряд? Нет, да, Валенсия и Вентус. А уже когда назовешь тогда уже? Вентус даже три, наверное, проиграл финала. Ну, вот открою. Два финала подряд и Вентус проиграл. Третье финало не выиграли. Я же готовился еще таки. Это 93-94, да? Мы в 97-98 года проиграли, а 96-го не выиграли. В Вентус. Точно? Точно. Ну, я же готовился, как по-другому. Я проверю, кстати. Да. Окей. А Валенсия, когда Миндиета играл, да, тогда? В 99-й иду. Да. Наоборот, в 2001-й год, получается. Да, да, да. Кстати, помнишь тут финал, последний, который мы проиграли? Они по пенальте проиграли в Баварии, правильно? Да. Я помню. Никита тогда был спокоен. Я тогда начинал смотреть. Но после 4 года. Я говорю, он ставит. После Мачестера, ну, когда Мачестер был. Спрашиваете у него там за 70-е годы? За 70-е годы? Мне тогда никто не знал. Спрашиваете. Кстати, будет вопрос, да, про 70-е годы, интересно ответит или нет. Нет шанс. Итак, четвертый вопрос, следующий. Никита, твой шанс сравнять. Конечно, Никит Бор очень хорошо подготовился. Я, правда, сам в шоке, на самом деле. Еще раз повторюсь. Лучший тренер в истории Лиги Чемпионов. Кто он? Кто выиграл Лиги Чемпионов больше всего? Молчи. Вижу по глазам, что знаешь. Может, так Никитом назовешь сходу? Нет, ну, варианты. Вариант 1, Лжо Замауриньев. Вариант 2, Карл Анчелотти. Вариант 3, Пэм Бардиола. Ну, Замауриньев. Нет. Отлично, реакция у Егора просто. Какой Мауриньев? Не надо. Так. Два варианта у тебя осталось. Ну, чего, вот иди. Ну, конечно. Доктор исторических наук футбола Егор Зубович отвечает правильно, выходит вперед. Какие финалы, с кем? С Миланом, с Реалом. Все. У Мауринии и Пепа по две победы. Был шанс у Пепа, по крайней мере, пробраться. С кем Мауринии выиграл, знаешь? Ну, Реал, Интер. Ну, Интер. В какой Реал? С каким Реалом он выигрывал? А, с Челса. Выгнали, потому что я не выиграл в Премьерном Лиге Чемпионов. И с Челса не выигрывал. Не выигрывал? Нет, конечно. Но с Интером? С Интером, да. С Интером, да. Да, неплохо. Егор молодец. Так, приступаем к пятому вопросу. Раз уж так пошло, сразу задаем его Никите. Чтобы хоть какие-то у нас шансы были. Ради интереса пока не были. Какие шансы? С инциклометия ходять. Ну, кстати, вот такой вопрос достаточно интересный. Предлагаю поиграть в ассоциации. Финал Лиги Чемпионов. С кем ассоциируется? Из футболистов. Никита. С Роналду. Егор. Вообще. Неотъемлемая вещь. Финал и он. Ну, если учесть последние пять лет, то, конечно, Роналду и Реал это ассоциации Лиги Чемпионов. А вообще, если в принципе брать, как у меня, вот, ассоциации с детства, можно сказать. Рауль у меня была ассоциация в финале Лиги Чемпионов. Мне, кстати, неплохо. Когда, вот, момент, когда Карлос бросил аут, и Рауль убежал 1-1, забил. Валентий, наверное, да. Выточнил его. Да. Но в списке его нету. Итак, какой человек чаще всего играл в финалах? Три варианта ответов. Градвин Вантерсар, Криштиан Роналду и Пауло Мальдини. Это мне его? Да. Ну, Мальдини-то, да. Скажи, сколько? Отвечает Паа и Никита. Ну, сколько это уже? За дополнительный балл? Ну, я думаю... Примерно. 7, да. 7 или 8. 8. 8 финалов у Мальдини. Да. Что самое интересное, все с Миланом. 5 побед. А у Роналду сколько? 5 побед. И у него 6 финалов. С Мью и с Реалом. Тоже мог бы быть еще один финал, но красавчики из Аякса лишили всех шансов его. Нет, нет, нет. Мог быть полуфинал сначала. Ну, это понятное дело. Я думаю, все стремились к финалу в этой команде. Для этого он туда и переходил. Эдвин Вандерсавр, у меня сколько финалов, как думаешь? 5. Надо какой-то отдельный приз выписать. Ну, логично было. Мы напишем в УЕФА, да, но почему? Селик Крифтанов 6, следующий там 5. Да, может быть тоже 6 у кого-то. Или 7. 8-6. Тоже войк. Я тоже бы поиспалить. Шестой вопрос. Опять Никита. Ну, ты не помылся. Продолжаем, раз такие дела. Сколько раз страны СНГ принимают финалы Лиги Чемпионов? Два. Это я сказал, на три ровки, да? Тогда сегодня что-то? Да. Два раза финал, да, кто? Киев. И? Киев. Киев и Киев? Не, ну, Киев. Не, ну, Киев. Такое на самом деле бывало в истории Лиги Чемпионов, что, кстати, он принимал два, а то и три раза. На Вембле, вот, несколько раз. Причем год через год. Но это не Киев и Киев, это Киев и Москва. Причем, что самое интересное, в 2008 году была Москва, в 2018 году был Киев, в 2008 году был финал, где? В Минске. Потому что мы же готовы к чемпионат Европы, да? Логично, конечно, у нас стадионов много. Готовимся, да, к самым высоким задачам. Девять часов на трактор я готов. На комбольчике, на комбольчике проведем. Не, комбольчике, ладно, трактор без освещения. Ну, к этому времени, может, проведем, что еще все-таки европейские игры мимо не пройдут. Седьмой вопрос. На самом деле, все очень просто. То есть, футболистов СНГ забивал финале лиги чемпионов. Ну, так уж получилось, что Трикор Закочи уже ответил на него. Ну, ты же ответил. Тогда вопрос немножко перефразируем сразу же. Есть еще два футболиста. Андрей Шевченко и Каха Каладзе в этом списке. Забивали ли они? В финале? Да, лиги чемпионов. Алис Глеб тоже играл в финале лиги чемпионов. Ну, Шевченко пенальти реализовал после матча, а не 0-0 сыграли. Считается это? Ну, наполовину можно сказать, да. Все-таки лига чемпионов не забивал. И не забивал пенальти. И забивал, и не забивал. Да, сначала забил с Евенцем, потом через пару лет с Ливерпулем не забил. Правильно? Не, вот этот вот пенальти стоил милану, да. По центру. И чемпиону, да. Но даже если бы он забил, там еще удар был в Оливерпуле, поэтому все когда ушло. Но гол Оленичева кто-нибудь помнит? Ну, третий. Да. Да, он еще на замену забил. Какой это год? В 2004. Ну, тогда была, конечно, сумасшедшая лига чемпионов и Монако, и Порту. И Депортио тогда было? Да, всех лидеров выбили. Причем Монако выбил и Реал, и Челси. А Депортио выбил Милан, когда 4-1 и 4-0, да? А кого Монако выбил в 1-8 финала? Можете помнить? Когда 8-1, да, да, Поршот там 3 забивали. Или 7-1. Нет, там было все гораздо скромнее. Тогда был московский кто? Московский кто? 1-8 финала Лакомотив. Его прошло Монако. Поршение, наверное. Честно, я уже не помню. Он помнит. Никита тут, конечно, только пришел, посвятил. Ну, ладно, посвяжу, пока Эльбор отвечает на вопросы, да? Ты можешь там с Википедией с ним посоревноваться. Человек Википедии, ребят. А что тогда еще было смотреть? Семей Лиги Чемпионов. А что ты смотрел? В 9 лет? Да. Фу, ну погоди. Нет, я просто... Маш, в Лиге здесь тогда еще не был. Нет, я просто помню свой первый финал Лиги Чемпионов. Это был 2000 год как раз таки. Реал Валенсия, мне уже туда было 8 лет. Ты в таком возрасте еще финал не смотрел? Нет, может, денег еще не было. Так как ты... Да, я просто... Шути. Нет, я тогда на улице с Мичевым играл. Это твой первый финал Лиги Чемпионов был. Не вспомню, если честно. А, вот прошла. Прошла гоня, наверное. Нет, Ливерпуль, Милан, наверное, первый. Такой, который я смотрел. Полностью смотрел? Да, куда в Ютубе посмотрел пару лет назад обзор? Тебе тогда было лет... Тебе тогда было 10 лет, правильно? 2005 года. Не хотелось пойти спать после первого тайна? Ну, 3-0. Да, не хотелось. Потому что я помню, меня папа пытался вложить спать после первого тайна. Говорит, 3-0, типа, Тебе за Дружкову. Че тут смотреть? Я еще таки не досмотрел, и я думаю, никто не пожалел, потому что это было что-то невероятное, невообразимое. Это было, да. Егор, твой первый финал, по-фейму. Ты у вас постарше, чем все мы здесь. 80-кратов у него финал спал. Записи, да, только одесса сразу же спадрил. Ну, в памяти... Вот Агас Валентий, да, про Рауна я сейчас рассказывал. Ну, уже тогда я... Не то чтобы смотрел, я знал о матче Манчестер-Баварии, когда за 2 минуты поменяли исход матча. Да, причем это было очень круто. И так, продолжаем. Восьмой вопрос остался у нас совсем немного. Три вопроса. Кто главный неудачник в истории Лиги Чемпионов? Команда, которая проигрывала в финал больше всего? Да. Ну, что же говорил? Ну, Ивентус 9 раз. Или же кто-то больше проиграл? Ну, не 9 раз, а 7 раз. А, 7 раз, да? 7 раз, да. Кто на следующем? А, это 9 финалов. Нет. 9 финалов, 2 выиграли. 7 поражений, да. Ну, в принципе, цифры знает, молодец. А следующий кто в этом списке, на втором месте? 5 финалов, кто проиграл? Ну, 5 проиграл. Атлетико может быть? Нет, Милан 4 проиграл. Какой атлетико? Давай подумай. Думай, думай. Ну, давай ты ответь. Нет, ты ответь, а ты думай. Ты у нас думаешь. 5, да? 4 Милан. Да, 4 Милан, все верно. На третьем месте идет в этом списке. Может, Баварик? Абсолютно верно отвечает. Можно его счетом засчитать. Можно к друзю идти. Все, это просто красавица, на самом деле. Следующий вопрос в эту же тему. Какой тренер проиграл 3 финала подряд? Не подряд, а просто проиграл 3 финала. Тоже в главном этаже в истории Лиги Чемпионов, но он в тренерском мостике. Знаешь? Я предположил Большой Клуб. У меня 2 было. Разоркнул, если верно. 2. Сейчас, может быть, третий. Акстер Купер. Кстати, может быть, и третий, сейчас финал будет. И его догонят в этом списке. Нет, не Экстер Купер. Абсолютно верно. Тогда назовут ли вариант ответа? Если кто не против, то как-то у нас совсем скучно стало без вариантов. Первый Марчелло Липи, второй Луи Ван Гау, третий Диего Симеона. Неужели самый сложный вопрос у вас нашли? На который Егор не знает ответа. Ну, точно не Симеона, а 2 проиграл. Так, Липи. С кем проиграл? Липи с Ювентусом. А этот Симеон... Ну, Симеон логично с Атлетикой мудрит. Ну, Магнон, по-моему, тоже будет. Мы-то сейчас бы себе поражали. Липи с Ювентусом проиграл. Наверное, Ван Гал. А Ван Гал с кем проиграл? Варианты там есть? Нет. Баварии, правильно? Не скажу, с кем проиграл. Ну, Ван Гал 3 проиграл, правильно? Ван Гал 2 проиграл в финал. С Аяксом в 96-м году. И с Баварией в 2010-м. Тогда они проиграли Интеру. Кстати, с Жозе Мауринием. Пришел Сергей Игнатович. Можно его заснять? Пауза, возьмем немножко. Итак, если главное, Павло, шампунем заходишь с полотенцем в Диндар. Милан. Тренажерный зал какой-то. Милан. Клюк вон. Как будем о легендарном Милане разговаривать? Только что говорили. О команде, которая выиграла так само много кубков Лиги Чемпионов. Ну, покорялся в трени подряд. Ой, все. Даже без этих трех. Нет, у Милана больше было. Все, уходи. Сколько? Сколько? Не, я знаю, что самый рекордсмен был в Милане. Все, уходи. Три проигранных финала у Марчелло Липи с Ювентусом. Так же получилось, наверное, самый нефортовый тренер был. Хотя его карьера начиналась очень неплохо. В 1994 году он возглавил команду. В 1995 он выигрывает Лигу Чемпионов первую. Но потом не получилось. Три финала проиграл. У Луи Вангала два. И Диего Семенова тоже два с Атлетико. Какой клуб трижды выходил в финал у Лиги Чемпионов, но ни разу не удалось ему выиграть этот трофей? Подряд? Нет. За всю историю. Три раза он выходил в финал, но трофей этот ни разу он не выиграл. Ты че? Ты же знаешь. Ну, давай подумаем. Что ты думаешь? Там даже без... Варианты ответов стало интересно. Нет, варианты можно узнать? Кстати, этот вопрос уже на знание древних цифр, древних архивов. Ну, ты тоже не понимал. Тай. Без вариантов ответов? За мужскую стялоу. Нет, вариантов есть, да. Но просто вот интересно знать этот парень что-нибудь еще гораздо глубже. Ну, я говорю, мужскую стялоу, но... А, стялоу выиграл, да. Тогда варианты ответов. Валентия, Реймс и Атлетико Мадрин. Атлетико-то нету, допустим. Валентия 2 играла в финал. А Атлетико сколько? Вот Реймс, вот... Реймс, по-моему, в самом первом финале с Реалом играл. А, Реймс? Самый первый, он там 50 какой-то играл. Что это за команда? Французская. Ты все познаешь. Так, ну давай Реймс пусть будет. Чем ты свободно время занимаешь, скажи? Изучаешь Ликипедию, что ли? Не-не-не-не. Не-не-не, она эта спортсмена старает. Лига чемпионов, это же интересно. Ты комментатор на трибунах, самое главное. Конечно, у него в блоге только и вот. Да, сам себя поливаешь. Итак, ответ Никиты. Валентия, Реймс, Атлетико. Я с Атлетико. Пусть Горжу будешь? Ну пусть будет Реймс. Ну поскольку Егор у нас оказался более подготовленный ко всем вариантам ответов, заранее оказывается, то что у нас человеке Беде, я предлагаю итоги нашей викторины принять по последнему вопросу. На него правильно ответил Никита Копленко. И Никита Копленко становится победителем нашей викторины, потому что вот он ответил на этот вопрос правильно. Реймс, Атлетико. Реймс, Атлетико, проигрывала. Финал три раза выходила. В 1974 году Баварии. 14-16 год Реала. Ну на самом деле Егор, да, я поражен, я пятый раз про это говорю. В 1956 году финал против Реала. В 1959 году следующий финал. 2-2 играла Реймс, да? Да, 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 да. Так, парни, ну и в завершении еще раз по финалу мы пройдемся. За кого будете болеть, мы уже определились. Ваши прогнозы на игру, как считаете, как завершится этот матч? Не знаю, думаю, голов будет много. Ну, конечно, для болель, как хотят все болельщики, хотелось бы, чтобы много было голов. Ну, финал, будет осторожная игра. Все зависит от того, кто первый забьет. Если забьет первый Ливерпуль, то голов будет много. А если шпоры? Я думаю, наоборот. То не очень. Почему? Думаю, наоборот, Ливерпуль попрет. То есть, мы куда забить, надо скрыть же еще. Ну, это мой пример. Если Ливерпуль первый забивает, будет много голов. Если бы нас спонсировали букмекеры, то Никита предложил бы ставку Тотал больше 2,5-3,5. Без понятия, что это значит, потому что ставка недружена. Ну, сколько голов? Нет, правда. Тотал это что? Голов? Сколько голов? Больше голов. Больше трех я поставил. Ну, вот ты как думаешь? Я бы поставил Лобби забьют. Самая простая ставка. Спасибо большое нашим парням за участие. Мы всем желаем отличного финала. И надеемся, этот финал Лиги чемпионов будет самым крутым в истории. Ну, а если нет, то хотя бы, чтобы просто футбол был интересным, ярким и зрелищным. Ну, и самое главное, ходите на наши матчи, на матчи Минского Динамо. Поддерживайте наших ребят. И ждем вас на стадионах. Спасибо. До новых встреч. До встречи на тракте. Спасибо. До встречи на тракте. С ними стичь, стивили. Спасибо. Спасибо. Как может болельщик Реала не побывать на стадионе? А я болельщик Милана в твоем полном засею. Друзья, ну а в конце нашего видео мы хотели бы разыграть этот крутой мяч от Adidas. Надо сказать, что, пожалуй, в этом году Adidas сделал реально один из самых крутых мячей в истории канала Лиги чемпионов, который нам подарили наши партнеры из магазина Футлайн. Что нужно для того, чтобы выиграть этот классный мяч? Нужно угадать счет основного времени матча Ливерпуль-Тоттенхэм, написать его в комментариях и обязательно подписаться на наш канал в YouTube. Из числа тех, кто даст правильный исход матча в основное время, случайным образом мы увидим счастливчика, который и получит этот классный мяч от магазина Футлайн. Всем хорошего финала!